Музыка Одной из крупных новостроек последних лет в Москве является жилой район Ясенево. Здесь справят новоселье 220 тысяч москвичей, что соответствует количеству жителей города Тольятти. Музыка Район занимает территорию площадью 700 гектаров и расположен в юго-западной планировочной зоне Москвы. Окружающие его зеленые массивы, памятники архитектуры старинных усадеб Узкое и Ясенево, живописный ландшафт, другие особенности природных условий, обилие солнца, юго-западный ветер повлияли на поиск композиционного решения. Общее падение рельефа с севера на юг, равное высоте 16-этажного дома, наличие глубоких оврагов и ложбин, определяя планировочную структуру района. Главные магистрали, продолжение Севастопольского проспекта и Новый Ясеневский проспект формируют уличную сеть. Намечена станция метрополитена. Композиционной основой планировки является линейный общественно-торговый центр, жилая улица Полукольцо и система подцентров, акцентированных 25-этажными домами-комплексами. Центральная часть представляет собой амфитеатр криволинейных жилых домов в 9, 16 и 25 этажей. От него на северо-восток веером спускаются по рельефу протяженные 9-этажные дома. Район формируется системой жилых микрорайонов, образованных 9- и 16-этажными сблокированными домами. Солнце фокусируется внутри дворов, защищенных от ветра. Активное применение цвета для обогащения выразительности застройки является отличительной чертой района. Каждый микрорайон решен в единой цветовой гамме. В основе замысла широкое использование многоцветья, традиционного принципа русской архитектуры. На фоне поднимающихся амфитеатром кольцевых структур будут эффектно смотреться крупные общественные сооружения, облицованные белым естественным камнем. Сложный рельеф использован авторами для создания перепадов в этажности, ступенчато следующих горизонталям местности. Каждого микрорайона будет высокая плотность застройки района. Разнообразие композиционно-пластических приемов достигается творческим применением всего нескольких типов панельных домов в 9, 16 и 25 этажей. Начальник управления Моспроект-1 Александр Григорьевич Рычагов и начальник объединения крупнофанельного домостроения Олег Сергеевич Ширяев стремились обеспечить самые тесные взаимодействия и содружество обоих коллективов для успешного воплощения авторского замысла. Детские учреждения и школы надежно защищены от шума, ветра, городского транспорта. Развитый спортивный комплекс обеспечит широкий охват физической и воспитательной работой школьников и взрослого населения. В этом доме построено необходимое количество крупных универмагов, универсамов. Более мелкие предприятия размещаются в первых этажах панельных домов и в отдельных блоках обслуживания. Это аптеки, почта, сберкассы, магазины полуфабрикатов, приемные пункты, мастерские. При крупных домах-комплексах намечено разместить гаражи-стоянки. Общественные здания сформируют архитектурный облик застройки центра и всего жилого массива Ясенева. Застройку общественного центра составят специализированные магазины, кинотеатры, АТС, дворец культуры, киноконцертный зал, дворец спорта, гостиницы, дворец пионеров. Для трудоустройства населения создается промышленная зона, комплекс научно-исследовательских институтов. В каскадную систему декоративных водоемов преобразуется пруды и родниковые источники. Бережно и заботливо сохраняется каждый уголок живописного ландшафта. Часть прилегающей территории отведена под строительство нового московского зоопарка. Вблизи заповедного парка-усадьба Узкая строится палеонтологический музей. Одновременно реконструируется усадьба Ясенева, памятник архитектуры XVIII века. Жителям новых районов Москвы хорошо знакомы окрестности Битцы. Здесь будет заложен парк культуры и отдыха. Большое внимание в проекте уделено архитектуре земли, благоустройству межмикрорайонного пространства, замощению детских площадок, созданию зеленых бульваров, применению новых типов малых форм, декоративным элементам и планировке прогулочных пешеходных аллей. Совместная работа с руководителем коллектива Яковом Борисовичем Белопольским стала для главного архитектора проекта Федора Гожевского, архитекторов Петра Провоторова, Игоря Подагова, Валерия Панюшкина, Михаила Шардакова, инженера Ильи Гарника и для всех проектировщиков 11-й зональной мастерской управления Моспроект-1 школой подлинного мастерства. Главной задачей, стоящей перед создателями проекта, строителями объединения крупнопанельного домостроения и главкуксом Мосгорисполкома, является комплексное завершение строительства района со всеми предприятиями и учреждениями обслуживания, предусмотренными проектом. Выполнение этой задачи позволит превратить Ясенево в образцовый район столицы. Валерия Панюшкина, Субтитры создавал DimaTorzok